Добрый день, дорогие телезрители! В эфире телеканал Архайс 24, программа Карачаева Черкесия Онлайн. И мы работаем в прямом эфире. С вами этот час проведут Алексей Ковтун и Оксана Качкарова. Этот час мы проведем в прямом эфире. Наш телефон 8 800 775 03 24. Но прежде чем мы познакомим вас с темой нашего сегодняшнего разговора, небольшой информационный дайджест. Карачаева Черкесия запретили продажу тонизирующих напитков вблизи школ и стадионов. 150 социально ориентированных проектов для Северокавказского форума «Машук» сейчас готовит молодежный актив Карачаева Черкесии. А в Черкесии сегодня отмечали День Почты. Подробно об этом в наших вечерних информационных выпусках. А сейчас... А сейчас жара. Жаркое лето. Безусловно, это хорошо, если ты на море, на пляже отдыхаешь. Но как спасаться от жары в рабочие будни или в душной квартире? Сегодня будем обсуждать это вместе с нашими гостями. 8 800 775 03 24. Звоните, присоединяйтесь к разговору. А у нас первый гость, позвольте представить, врач скорой медицинской помощи Диана Шевхожева. Добрый день, Диана. Добрый день. Как спасаться от жары? И часто ли приходится спасать? Выезжаете? Действительно, вот в этом году, этим летом в разы участились вызова. Серьезно? А с какого момента примерно? С самого лета? Если честно, середина июня. С середины июня. Это редко когда, да? Это, мне кажется, первый год. Я первый год помню такой жаркий. А вот как локализуются по времени эти вызовы? Это утро, середина дня, вечер, полдень жаркий? После пяти вечера. Мы даже иногда засекаем. Вот с пяти вечера у нас вызовы учащаются, и мы ездим по рации, работаем. Мы даже на станцию не заезжаем. Вроде солнце начинает садиться. Ну, за то время солнца. Кумулятивный эффект, да? Накопилось. Да, а некоторые думают, да, вроде бы пройдет все. Теряют осторожность. Да, и вызывают вечером. Как правило, накопительный эффект к вечеру происходит. Хорошо, так. Приезжайте на вызов. И, кстати, а как вызов-то обычно звучит? Человеку стало жарко, ему плохо? Как обычно вот люди? Ну, обычно как они, звонят по номеру 103, да, 03, или у нас есть еще единая диспетчерская служба, 112 они звонят. Ну, как они обычно говорят, да, можно вызвать врача или фельдшера, кто впервые вызывает, да, кто впервые вызывает, вообще говорит, а можно машину вызвать. А-а-а. Мне плохо, да, мне плохо. Ну, как бы они обычно говорят, давление поднялось или понизилось. Ну, говорят... Давайте опишем сейчас для наших зрителей все симптомы, при каких нужно незамедлительно звонить в скорую, либо обратиться к специалисту. Ну, на фоне жары, такой повышенной температуры воздуха окружающей среды, конечно, состояние очень ухудшается, особенно с больными хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой системой в частности. На что они обычно жалуются? Это сердечные боли. Если возникли сердечные боли ангинозные, нужно вызвать скорую помощь. Или же обратиться к своему врачу. Ну, эти люди знают, они их не перепутают с вашей сердечной. Да, да. Повышение артериального давления, то есть кризовое течение свыше своего адаптированного давления. Если они самостоятельно не справляются при приеме гипотензивных своих препаратов. Например, больные с сахарным диабетом. Ухудшение состояния. Или диабетиков еще? Да. У меня такое ощущение, что диабет, он всегда казался такой достаточно спокойной болезнью, да? Ну, имеется в виду, когда ты вовремя колешь себя инсулин, все вроде бы да. А оказывается, еще риски обострения весьма велик. Риск обострения очень велик на самом деле. У них тоже гипогликемия, гипергликемия, то есть резкий скачок сахара в крови. Или же низкий, наоборот. То есть температура на это может влиять? Влиять, да. Например, больные с эпилепсией. У них тоже есть риск возникновения эпилептического приступа. То есть список достаточно широкий получается? Очень широкий, да. Но в эту группу могут также войти абсолютно здоровые люди? Ну, абсолютно здоровые люди. Они могут получить только солнечный удар, тепловой удар, или же солнечные ожоги. Ну, и снижение артериального давления. Это сколько нужно на открытом солнце находиться? Или все индивидуально? Индивидуально, скорее всего. Ну, в среднем. В среднем. Ну, если, например, с 8 утра побыть на солнцепёке, допустим, до 12 часов дня, прямо в самую жару и прямо под солнцем, то, я думаю, к вечеру будет плохо. Опять-таки, всё индивидуально. Есть, которые абсолютно спокойно переносят эту жару. Если метеозависимые люди, как бы, они реагируют на погоду, то они очень быстро реагируют. Дядь, давайте попробуем вот разложить по полочкам, чтобы наши телезрители поняли, так сказать, степень опасности, и когда она начинается. В какой момент, вот, приходя на смену, вы говорите себе, ну, вот сегодня температура такая-то, будут вызовы? Свыше 25 градусов по Цельсию. 25 – это полочка, да? Свыше, нет, свыше. Свыше 20, вот перешагнули. Да, то есть мы генетически адаптированы к температуре окружающей среды до 25 градусов по Цельсию. А у нас как? 35-36 в тени, а бывало дни и по 40 градусов. Итак, первый пункт свыше 25 градусов. Вот он, звоночек первый об опасности. Так, хронические заболевания, которые, так сказать, являются тоже зоной риска, мы перечислили. А для здоровых людей, где здесь зона риска? Просто выйти и просто постоять на солнышке? 30 и выше. 30 и выше. Как одеваться, давайте теперь обсудим. Ну, следует надевать на себя светлую, свободную одежду из натуральных тканей. Светоотражающую, да? Вот ГИБДД сейчас радуется за нас. Да, это будет лён, шёлк или хлопок натуральный. Нужно исключить, конечно, синтетику. Обязательно не забывать про панамы. Не нужно стесняться веера с собой взять, да, зонтик с собой взять. Это как бы для себя в целях профилактики, да, теплового удара. И вот такой извечный вопрос. Сколько пить нужно и в жару, и не в жару? Постоянно твердят специалисты о том, что и диетологи в том числе много жидкости нужно потреблять. А в жару, наверное, ещё больше. И что именно? Пить воду, напитки? Следует пить вообще минеральную воду, обычную воду, соки свежевыжатые, то есть собственного приготовления компоты, морсы. Сто процентно нужно исключить, конечно же, алкоголь и напитки, где большое содержание сахара. То есть это Кока-Кола, Пепси, Спрайты, Спарк и так далее. Пить сколько? От полутора до двух с половиной литров жидкости в чистом виде. Нужно употреблять. То есть как бы питьевой режим очень важен в этот сезон. Так, я так понимаю, всё-таки в группу риска попадают ещё старые и малые, да? Да. Пенсионеры и дошкольного возраста дети. К ним нужно особое внимание в этот момент. Какое? Особое внимание к старикам. Именно почему? Нужно контролировать приём медикаментов, которые им назначил доктор. То есть если есть риск осложнения их хронических заболеваний, то что нужно? Нужно предотвратить это. Принимать препараты. То есть если назначил доктор в 7 утра, нужно в 7 утра этот медикамент выпить. Питьевой режим соблюдать. Не находиться на солнце длительное время, если температура свыше 25 градусов. Прохладное помещение должно быть, да? Оптимальная температура в помещении должна быть 18-20 градусов, не больше. Это в помещении, что касается. Что касается деток, то гулять с ними, если прогулка, до 11 утра, а дальше уже нужно сидеть дома и выходить на улицу где-то с 5 вечера. Обязательно не забывать одевать панамку и выпаивать водичкой прохладной. И также морсы, компотики и соки домашнего приготовления. А как на поводу водных процедур? Нужно достаточно посмотреть на наши фонтаны. В жару там... Контрастные. Вот, кстати, это очень полезно. А место-то открытое, солнце печет, нет противоречия? Вообще есть противоречия, потому что вода там холодная. То есть солнце светит, вода холодная, есть риск тоже солнечного удара. То есть панамку лучше и в фонтане не снимать? Панамку обязательно. Потому что солнце светит, особенно если родничок еще не закрытый, солнечные лучи прям попадают туда. Это очень опасно. Вот у нас должен был быть сегодня в гостях тренер в бассейне. Ну, по непредвиденным обстоятельствам, к сожалению, не получилось. Вот, например, на станции переливания крови для всех почетных доноров в бассейне скидка минус 50%. А как вы вообще считаете, бассейн может как-то спасти от жары водные процедуры? Залезть в воду и не вылазить. Если бассейн закрытый, то есть в холодном помещении прохладное, да, там вентиляция есть, то да. Я думаю, что да. И то это не в солнце пек туда надо идти, я думаю. Потому что вы выйдете оттуда опять в жару. А смысл тогда этого бассейна? Теперь поговорим о кондиционерах. Тоже вечно, даже в офисе, да, в том же границ. Продавцы кондиционеров сейчас нам аплодируют в нашей программе. Один хочет включать кондиционер, другому дует, третьему. Холодно, жарко. Вы как врач относитесь к кондиционерам? Если честно, не очень хорошо. Почему? Потому что есть риск развития переохлаждения, да. Особенно деткам. Нам, взрослым, ещё можно, но опять-таки температура не должна быть ниже 18. То есть делать чуть ли бы не как в холодильнике температуру, это очень плохо. Насколько я знаю, правильно кондиционерами пользоваться, охлаждать помещение и потом в него заходить. Да, 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 и выключать. Под кондиционером сидеть нельзя. Вот что и неправильно. Это оттуда идут все бронхиты, пневмонии и так далее. А если вы там каждый год сидите, то у вас ещё больше есть риск. Хорошо. Диана, вот на самом деле вернёмся, на самом деле, к скорой помощи. Человек почувствовал себя плохо, человек вызвал бригаду, бригада едет. Что порекомендуете человеку делать в этот момент? Ну, понятно, таблеток вы ему вряд ли будете какие-то советовать, но вот те несколько минут, что едет бригада, что он может сделать? Смотря на что жалуется, допустим, потерял сознание. Да, вот говорят, потерял сознание, человеку плохо. Мы обычно говорим, уложите на твёрдую поверхность больного. А по щекам его хопать надо? Почему? Ну да, проверяйте болевые рецепторы, попробуйте его разбудить. Если это с сахарным диабетом, просят измерить сахар. Если там низкий, дайте сладкую водичку, пока скорая приедет. Если поднялось давление или упало, в зависимости от того, на что жаловался человек перед тем, как вызвать скорую. Как правило, единожды помогаете и дальше человек в себя приходит или ему требуется более длительный курс какой-то лечения? Бывало, что после теплового удара приходилось госпитализировать? Да. Был случай. Это один раз лично у меня было. Но там в совокупности с приёмом алкоголь, содержащих напитков. О чём я и говорила, что их нужно обязательно исключать. Потому что температура высокая, окружающая среда, и плюс алкоголь. Это очень пагубно, сказывается на меня. У нас сосуды в легенде. Есть риск развития инфаркта миокарда, инсульта, тромбозов. У нас человек попал даже в реанимацию из-за этого. Это, думаю, тромбозов в 5 утра самое нехорошее время. Давайте послушаем нашего зрителя. Добрый день, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, добрый день. Я вот хотела бы задать вопрос доктору. Пожалуйста. Вот такая жара на улице, и я бы хотела выходить в огород, ну, работать, у меня частный дом. Как тебя можно или обезопасить? Как мне поступить? Спасибо за вопрос, звонок. Хороший вопрос. Мало того, что жара, так ещё и физическая активность. Да, вынуждены действительно, и на вызовах такое возникает. Да, да, все вопросы-то задают. На самом деле в огород лучше, конечно, выходить в раннеутрешние часы. Или уже вечером. Но если вы так вынуждены, обязательно одевайте одежду, как я говорила, хлопок, и полностью покрывайте тело. Потому что солнечные лучи очень активны. Одевайте панамку, питьевой режим соблюдайте. И здесь такая вещь есть, как учёные доказали, что влагопотеря при физической нагрузке средней степени тяжести, то есть вот как работа в огороде, у нас от 2 до 6 литров. Вот если человек усердно несколько часов в солнцепёк будет заниматься в огороде, то 2-4 литра потеряет. А влагопотеря — это что? С потом мы выделяем и все соли, и микроэлементы, которые необходимы нашему организму. То есть электролиты в нашей крови начинают плавать. Да, да. Что нужно делать? Дабы воизбежать обезвоживания организма, нужно пить минеральную воду. Именно минеральную, потому что она восполняет эту утрату. Или подсолить водичку, допустим, щепоточку соли на литр воды. Прохладная водичка и контрастный душ. Диан, помимо того, что лето — это сезон огородов, дачников, лето — это ещё и сезон отпусков. То есть большое количество людей находится в пути, в длительном зачастую. Что бы вы им, как специалист, посоветовали бы? В машине, в автобусе? Для начала нужно собрать свою аптечку. Это касается больных с хроническими заболеваниями. Своя аптечка должна быть обязательно при себе. Все те препараты, которые он длительно принимает, препараты скорой помощи и продлённого действия. Обязательно должна быть водичка, салфетки, чтобы их смочить на себя, примочки прохладные. То есть он должен быть полностью снабжён. Некоторые учёные говорят, что в термосе нужно горячую часть с собой брать. То есть выпить стакан чая, потом уже прохладную водичку. Как у спеки, да? Да, да, да. Мне недавно плохо чуть не стало. Это может помочь, но это касается практически здоровых людей, но не сердечно-сосудистыми заболеваниями. Насчёт горячего чая. А так прохладная водичка, примочки делать прохладные, компрессы и медикаменты свои должны быть в путь. Ну, если, не дай Бог, вдали от дома, солнечный удар и так далее. Ну, скорая все здесь нет. Ну, пока скорая подоспевает, ну, не дай Бог, конечно. Если это произошло на улице, человек упал, его нужно обязательно в помещение в прохладное перенести, сделать холодный компресс. Опять-таки попытаться его в чувства привести, да? Также измерить артериальное давление. Тут больше по симптомам мы работаем, потому что у них резко снижается артериальное давление, и мы можем именно этим помочь. Также выпаиванием водички, холодные компрессы, ножки кверху, да? Головной конец чуть ниже, ножки кверху. Вот только так мы можем спасти. Главное, самолечением не заниматься. Нет, самолечением... А то сердобольные люди, ой, у меня таблеточки с собой. Да, валидольчик, арбалольчик, да, и, возможно, это может помочь. А если у него аллергия, нужно собрать анапас. Ну, дай Бог, еще нитроглицерин. Я так помню, по непоказаниям может результат... Коллапс может быть такой, что потом с адреналином... Чужие таблеточки принимать не надо, да? Нет, нет. Только то, что врач назначает. Только то, что доктор, да. Хорошо, давайте теперь поговорим об ожогах солнечного. Вы упомянули в самом начале, просто у нас коллега недавно, вот мы знаем с Оксаной, случай, позагорал неудачно. Позагорал так, что потом нога у него опухла от солнечного ожога, неделю почти ходить не мог. А такое бывает, да? Конечно. Вроде солнце, загар. Нет, солнце очень активное, действительно. Загорать можно, если температура не выше 25 градусов. На пляж надо с термометром ходить. Да, поэтому уже и говорят, что на пляж нужно утром ходить или уже в вечернее время. И вечером, да. Чем спастись? Для начала профилактика, да, солнцезащитные крема, уйма на полочках и в магазинах косметики. Но с хорошим индексом защиты. Тут смотреть надо. Как бы вот ученые тоже говорят, минимум SPF 50. Тогда защита. Если меньше SPF 50, ну не имеет смысла его вообще использовать. А у нас в магазинах и сороковники, и 30 лежат. Нет, смысла нет. Это бесполезно. Более SPF 50, да, а то и 70-80. Вот, обязательно солнцезащитные крема против загара, да. Это касается еще тех, которые страдают онкологическими заболеваниями и прием антибактериальной терапии. То есть антибиотики, они усиливают чувство, как бы к себе притягивают солнце так, что есть больший риск развития солнечных ожогов. То есть антибиотики и онкологические заболевания, они в группу риска входят, да, больше. Поэтому если также уже получил ожог, есть хороший препарат бепантен, депантенол, аллозоль. Самый такой хороший аллозоль, он и с обезболивающим эффектом. Нужно кожу сразу же обработать. Местные препараты, да? Да, да, да. Покрывают. И уйти от солнца самое главное. Никакие масла, никакой кефир, айран, молоко, сметана. Пожалуйста, этого не надо делать. Вы сейчас разбиваете все мифы у меня в голове. Я-то думал кефирчиком как-то. Нет, нет, это нужно исключать. Не надо, да? Да, это не нужно. Вон есть аптека, есть препараты, которые еще есть с обезболивающим эффектом. Проверенные. Научная медицина. Да, но это у нас находится в ящиках скорой помощи. Мы оказываем помощь этими мазями. Диана, спасибо большое за интересную беседу. Я напоминаю, у нас в гостях была врач скорой медицинской помощи Диана Шевхужева. Поменьше вам работы, хорошего отпуска. Давайте сейчас, дорогие зрители, посмотрим сюжет о том, как спастись от жары. А мы тем временем будем встречать новых гостей. Как утро начинается? С 8 часов даже раньше. Как проснется, начинает на фонтан, на фонтан, на фонтан. До вечера невозможно его везти домой. Юного Карима Барлакова вполне возможно понять. При той жаре, что держится сейчас на большей части Карачаева Черкесии, купание в прохладной воде – чуть ли не единственная возможность хоть как-то охладиться. И пока дети с удовольствием плескаются, взрослые смотрят на них с нескрываемой завистью. Водоемы в такую погоду – места очень популярные. Пруды на Зелёном острове уже не первое лето дарят горожанам вожделенную прохладу. Но есть в этом районе ещё одно место, где люди с удовольствием спасаются от жары. Открытый бассейн «Юность». В такую жару мы наблюдаем резкий наплыт посетителей. К нам приходят очень много людей. Со всей Карачаева Черкесии даже к нам приезжают. Очень много наблюдаем мужчин, женщин. Очень огромное количество детей. В основном очень много детей. Однако возможность побыть в жару воды есть не всегда. И врачи на этот случай рекомендуют соблюдать простые правила. Ограничивать прогулки на улице. А если пришлось выйти из дому, то придерживаться тенистых мест. Пребывание на открытом солнце чревато солнечным ударом. Не говоря уже о дополнительной нагрузке на сердце. Так и до инсульта недалеко. Во время жары оно сильно действует на организм, на терморегуляцию, которая в основном зависит от нашей сердечно-сосудистой системы. Естественно, у нас будут больше страдать люди, которые имеют заболевания, и сердечно-сосудистых заболеваний, люди с ожирением, повышенный вес, и люди, которые имеют заболевания дыхательной системы. В такую погоду одежда должна быть лёгкой, свободной и из натуральных тканей. Гораздо легче в жару тем, кто ходит в светлом. Ведь тёмное на солнце нагревается быстрее. Обязательно головной убор. Желательно с полями, защищающими уши и шею. Хороший пример того, как нужно одеваться в жару, нам показал Владимир Мударов. Я уже постоянно так хожу летом, потому что с плотной невозможно. Она не обдувает, не продувает, ну, и тяжело носить. При моём весе, при моём, так сказать, габаритах. Это тяжело. А лёгкое как-то нет-нет, да, спасает. Чтобы в жаркое время сохранить хорошее самочувствие и высокую работоспособность, диетологи советуют ограничивать употребление соли и сахара, отказаться от спиртного, а для утоления жажды использовать минеральную воду, хлебный квас, натуральные соки и морсы. Ну и, конечно же, побольше фруктов. А девушкам врачи рекомендуют отказаться от косметики и не усердствовать с душем. Холодный душ принять и выйти сразу на улицу я не рекомендую, в связи с тем, что резкая смена температуры – это очень плохо для организма. Поэтому желательно не холодный душ принимать, а принимать контрастный душ и после этого уже выходить на улицу. Кто наверняка рад жаркой погоде, так это продавцы прохладительных напитков и мороженого. По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни жара слегка пойдет на убыль. Температура воздуха будет держаться в районе вполне комфортных плюс 28 градусов. Кроме того, как обещает Росгидрометцентр, в ближайшие дни пройдут небольшие, но очень долгожданные дожди. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архиз, 24. 8-800-775-03-24. Мы продолжаем наш прямой эфир. Если в первой половине нашей программы мы говорили о том, как от жары спасаются люди в городах, то сейчас в нашей студии гости, которых ни жара, ни холод, ничто, по-моему, уже как-то не берет. Люди, которые знают, где в Карачаево-Черкесии самые прохладные и самые жаркие места. Позвольте представить, Слав Васильевич Греков, зампредседатель Федерации спортивного туризма Карачаева-Черкесии, и наша коллега Мадина Лайпанова, ведущая программы «Твой выходной», которая, по-моему, уже почти по всем маршрутам прошла, и на своих двоих, и на технике, и на конях. Ты наш первый гость, который у нас второй раз за недолго существует. Ты была на открывающем выпуске программы «Карачаева-Черкесия онлайн». Будем надеяться, что это не закрывающий выпуск. Ни в коем случае, мы только разогнались. Итак, Вячеслав Васильевич, я правильно на самом деле отрекомендовал туристов ни холод, ни жара не берет? Или, бывает, страдаете на маршруте? Ну, то, что не берет, это однозначно, но и тут же можно сказать, что они борются с этим. Бывает и жара, и бывает и холод. А как боретесь? Привычка, экипировка? Ну, для тех, кто часто занимается выходами в горы, да, высоко, то здесь привычка, да, однозначно. А те, кто режет, то сейчас очень много технологий в индустрии туризма. Разные дождевики, дышащие ткани. Это да, хитрые подкладки. Термобелье. Термобелье, правильно, Мадина подсказывает. Мадин, ты в рамках программы «Твой выходной» мы позже посмотрим фрагмент. Познакомилась близко с деятельностью Федерации спортивного туриста. Поделись впечатлениями. Такой активный отдых в такую жару, это классно? Ну, конечно, это здорово. В первую очередь, хотелось бы сказать о Федерации спортивного туризма. На самом деле, я относительно недавно узнала о том, что вообще у нас в республике существует такая федерация, чему я очень рада. Хотелось бы сказать, что у нас, оказывается, ведется подготовка специализированных инструкторов. И хотелось бы еще раз напомнить нашим уважаемым телезрителям и гостям республики, что если вы хотите безопасно, весело и интересно провести время и отправиться в какой-то пешеходный такой маршрут, непременно обращайтесь в Федерацию. Очень много полезной информации, нужной. Вас познакомят с людьми, которые обладают соответствующими навыками, которые вам обеспечат вот этот вот самый приятный отдых. А так, времяпрепровождение в нашей республике, особенно в жаркое время, очень много мест. Но, кстати, хочу сказать, что все-таки в горах не так жарко, как многие думают. Чем выше, тем прохладнее. Да, несмотря на то, что даже в самое пекло все равно нет. Вячеслав Васильевич, расскажите о маршрутах, коль о них зашла речь. Они весьма нестандартные. Их вы сами придумываете или совместно со своими подопечными садитесь и группа... Куда бы нам пойти? Куда бы, как бы... Ну, пойти, опять же, забегая вперед в горы, надо ходить в горы. Некоторые люди спрашивают, зачем вы ходите в горы? Кроме, ну, будем так говорить, вопроса на вопрос... Я спросил тебя, зачем вы идете в горы? А ты к вершине шла, оторвалась, а в бой? Да, в бой. Мы вопросом на вопрос отвечаем. Может быть, даже это громко будет сказано, но зачем тогда люди Богу молятся? То есть, мы объяснить это не можем. Есть некое орвение, да, и нас тянет в горы. Наверное, из-за того, что там очень хорошо, на самом деле. В плане того, что вот по маршрутам, да, вопрос задали. Но у нас большое наследие Советского Союза. Очень много маршрутов по Северному Кавказу и, в частности, в Карачао-Черкесии. Мы говорим именно о туристических маршрутах. Именно туристические, ну, да, действительно, они делятся на горно-пешеходные, на альпинистские, и скалолазные маршруты. Не пятерки, не шестерки. Ну, да, есть и комбинация, да, но если брать именно туристические маршруты, их, как бы, даже больше, наверное, нежели каких-то категорийных. И в этом смысле они, если, опять же, про жару вспомнить, они запросто помогают бороться с жарой. Каждый маршрут, в принципе, он венчается озером высокогорным. Наши озера, они очень красивые, разных происхождений, будем так говорить, да, есть Карства, есть Ледниковые, там, и все такое. А у воды оно как? Прелесть даже в регионах. Это живая вода. Я думаю, сейчас самое время посмотреть фрагмент программы «Твой выходной» и хотя бы визуально окунуться в прохладную. То есть покажем, куда можно сходить своими ногами, да? Ну, там, в озеро, да. Ну что, мы стартуем. Первые впечатления от рафтинга только положительный, впечатляющий горный ландшафт и приятная в летний день прохлада реки. Но впереди первые препятствия. Так, подходим к мосту, внимательней. Все вперед. Отдыхаем. Так. Все вперед. Все вперед. Что ж, испытания мостом мы прошли. Плывем дальше. Находясь в рафте, понимаешь, что сплоченная работа всей команды есть залог захватывающего и безопасного приключения. Главное всегда выполнять команды инструктора. У нас это однозначно получилось. Вперед! Вперед! Находи. 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 Выбранный нами маршрут был хорош тем, что встречались участки с порогами различной сложности. Где-то были серьезные буруны, а где-то течение было спокойным и размеренным. И именно в эти моменты можно было насладиться окружающей красотой Архиза. Это Крачева Черкесия онлайн. Наши зрители посмотрели, прониклись и все выстроились в очередь в Федерацию спортивного туризма. Пока мы смотрели сюжет, я говорю, Маддина, если бы перевернулась лодка, Маддина как матерая. Нет, не перевернулась. Инструктор сказал, что не перевернется. Инструктор лучше знает, да. Ну, вот пока шел сюжет, мы как раз поговорили, Вячеслав сказал о том, что существует такое понятие, как женская река, мужская, а это было туристическая вообще. На самом деле, честно сказать, вот рафтинг, это был первый раз для меня, это было не так страшно, как мне казалось изначально. И многие люди, даже посмотрев вот этот выпуск, подумали, что это страшно, там что-то ужасное. Нет, абсолютно. Это очень весело, расслабляюще и вот в жару как раз-таки самое то, потому что, ну, ощущение просто непредаваемое. Ну и плюс архыз, он, конечно же, прекрасен в любом случае. Вячеслав Васильевич, вот выстроятся к вам сейчас люди. Какие требования к тем, кто к вам приходит? Даже на маршруты на единичку, на двоечку? Ну, смотрите, если с точки зрения спортивного туризма, то люди должны быть, естественно, подготовлены. Но в основной своей части мы... Хроника сердечника не возьмете, наверное? Нет, нет. Ему же хуже будет, не дай бог. Ну, не дай бог, будем так говорить. Это вот всеми инструкторами, всеми людьми, которые работают проводниками, это очень сильно мониторится, будем так говорить. Они с человеком разговаривают, предварительно на первых инструктажах узнают, кто чем дышит. В случае, что скоро это даже не доберется в город. Ну, не дай бог про скорую помощь, да, в общем-то, вспоминать. А так, для основной массы, для туристов, мы ориентируемся на основную массу, на большую. То есть, любой каждый, тот, кто приехал в гости в горы, как бы, это вот, мы с ним работаем. А для спортсменов это отдельные программы, федерация, предварительно договариваемся, программы целые. То есть, более серьезные. Спортсмены, они знают, на что идут, они готовятся, собираются, с ними в этом отношении просто. Случайности здесь не допускаются. А турист просто хочет. А как вы мотивируете туристов, которые не подрассчитали свои силы и где-то в середине пути все? Сдулись. Я вас уверяю, настолько профессионально подготовленные инструктора, они по первому общению, да, вот с первых минут могут понять, насколько вы подготовлены. Потому что идет специальная подготовка у ребят, они и психологи, и педагоги в первую очередь. Мы это ощутим. Ознакомленные хорошо с первой доврачебной помощью. То есть, медицина нами освоена, будем так говорить, федерацией. Поэтому здесь... Можно, хочу добавить, вот недавно мы ходили на АСГЕК, и как раз вот опять-таки пока ждали, скажем, эфир, мы разговаривали об этом с Вячеславом. Вот о психологической помощи и подкованности инструкторов с нами был один из инструкторов Федерации, Рамазан Боинсузов. И вот мы как раз обсуждали, да, вот психологически. То есть, он рассказывал нам интереснейшие истории, мотивировал. А какими-то вот такими легкими словечками, скажем так, он довел нас до конечной точки маршрута. Они не заметили трудности. Нет, трудности были, но мы их не заметили. А сколько маршрут длился? Это по времени для нас, но из-за того, что мы были не совсем подготовлены, то есть, ну, порядка 7-8 часов. Хотя, вообще, изначально рассчитывался на часа 3-4. Весь день. Да, но весь день, мы там были весь день. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вот это вот настрой инструктора действительно, и вот как Вячеслав говорит, что он все равно блюдит за всем и за всей группой. Это, ну, дорогого стоит. И тот момент, когда мы дошли к озеру, ну, это были непередаваемые ощущения. И хотелось бы сказать нашим телезрителям, что в ближайших выпусках вы это увидите. Так что не пропускайте. Да, премьера. Да, всем скоро. Да, ждем до воскресенья и все увидим. И как раз-таки вы узнаете, как это было. Так что отдельное спасибо действительно федерации и инструктору, который вот был с нами вместе. Хорошо. Вячеслав Васильевич, теперь давайте поговорим об экипировке. Спортсмены, с ними все понятно. У них к экипировке все прекрасно и удивительно. Но человек, который, ну, просто решил, что называется, один раз сходить. Я просто по себе знаю, когда поднимался не так давно на столовую гору, ну, наверное, в курсе. Ну, 2 400, что бы, даже меньше, там, 2 200. Вроде бы, ну, елки-палки, ну, чего там, надел кроссовки. Я неправильно обувь выбрал. Я поднялся-то хорошо, спускался, тяжело. Эти 2 200, да. И так далее. Вы следите за тем, в чем у вас выходят, так сказать, зеленые на маршруте? Какие зеленые? Ну, не то, что следим, а на первичном инструктаже, как бы, мы озвучиваем все то, что нужно иметь для самого малого, так называемого, восхождения на маршрут. Вот, естественно, обувь, это, ну, одно из самых главных, да? Ох, я в этом убедился. На самом деле, если вспомнить вдруг про интернет, то каждый, как бы, имеет сейчас доступ, да, к интернету. Да, с телефона буквально. Интернет пестрит всякими объявлениями, всякими, там, объяснениями, какая обувь нужна. Но она такая разная. Она разная, да. От вот этих ботинок огромных, альпинишки. Ну, это маркетологи стараются. Давайте мы прервемся, не теряем мысль, вернемся к вопросу об экипировке. А сейчас у нас звонок. Добрый день, говорите, вы в эфире. Алло, добрый день, вы в студии, слушаем вас. Пожалуйста, представьтесь и задавайте вопрос. Добрый день, это Зеленская Мария, я из Сочи. В прошлом году мы ходили с Вячеславом на Дукинские озера, нам очень понравилось. Но вопрос у меня такой. Правда ли, что Федерация спортивного туризма открывает школу для инструкторов? Это первый мой вопрос. И второй здесь, как можно получить аккредитацию? Спасибо. Спасибо за звонок. Приезжайте вновь к нам в республику. Итак, школа инструкторов. Да, большое спасибо за вопрос. По школе инструкторов, да, действительно, я могу со стопроцентной уверенностью подтвердить то, что буквально вот в этом году, не так давно, будем так говорить, месяц назад, Федерации спортивного туризма, руководству удалось как бы возродить школу инструкторов, которая раньше была, она была закрыта в 2012 году. Ну, не такой уже и большой, как бы промежуток, да, был без школьных, без обучения. То есть кадры мы еще не растеряли? Да, кадры еще есть, будем так говорить. И самое главное, что в наших сейчас сложных условиях нам все-таки удалось возобновить лицензию и не потерять тот именно дух вот Тибердинско-домбайской школы инструкторов, который был заложен еще с 59-го года, когда только начали разрабатывать поляну домбайскую. Тогда произошло такое вот, ну, произошло чудо, когда очень сильные умы с Россией, будем так говорить, это с институтов географических, геологических, люди, любящие горы, приезжали в Домбай и делились своим опытом и знаниями с местными жителями, да, колоритными нашими. И получилась целая плеяда очень блистательных инструкторов. Вот сейчас мы... Откованных, да. Да, да. И вот сейчас, ну, грубо, может быть, сказано будет, но вот синтез одних с другими, да, будем так говорить, дал нам возможность вот иметь такой большой опыт наших предшественников. И сейчас мы его еще не потеряли. То есть, получилось, что мы... Здорово, что, в общем, удалось продолжать обучение, будем так говорить. А аккредитацию? Аккредитация. Следующий вопрос, но здесь больше касается контроля использования маршрутов официальных. Дело в том, что, ну, тема постоянно как бы звучит, это в разных интерпретациях. Но на самом деле беспорядок есть в горах. Почему? Потому что нелегальные инструктора, псевдоинструктора работают. Здесь затронута и трудоустроенность местных, да, вот, работников сферы туризма, и экономическая безопасность. Мы не первый раз говорим об этом. И просто безопасность. И просто безопасность. Надо же сообщать, что группа вышла на маршруты, на которые именно, вдруг сели, мало чего. Много всего, как бы, намного закрываются глаза, и просто выход делается, и не всегда, в общем-то, удачно. А по поводу аккредитации, это один из шагов, который, как бы, призван, ну, не то, чтобы контроль, а наводить порядок в горах. То есть, если ты человек, обучившийся горному пешеходному туризму, да, инструктор, неважно какой школы, там, Санкт-Петербург или Москва, приезжаешь сюда на Кавказ работать со своей группой, то, ну, нужно, да, получить аккредитацию на работу на маршрутах Карачао-Черкесии. Сейчас это разрабатывается, большую работу делает Министерство туризма, курортов, молодежной политики. Процесс? И давайте вернемся. Процессу проделало Министерство образования, вообще, очень сильно помогли нам. То есть, на самом деле, все. Хорошо, да. Вернемся к экипировке. Экипировка, ботинки. Там все есть. Стоит ли покупать ботинки за 500 долларов и финские палки еще за 200? Мы же не на 7-тысячник идем. Или они себя оправдывают? Палочки трекинговые оправдывают. Вот само понятие слова, ну, словосочетание горно-пешеходная техника, есть техника пешеходного туризма. Мы, на самом деле, очень, ну, безалаберно ставим ноги. Почему? Потому что у нас везде асфальт, брусчатка. А мы не смотрим. А вот когда мы идем по горам, по тропам, где разное покрытие, камни, мокрая трава, там мы начинаем вспоминать, что мы как-то не очень хорошо ходим. Здесь, естественно, ботинки приходят нам на помощь. Они работают со скалолазами, которые вот ходили и на 8. Они все время, и в своих книгах меня вот это поражало всегда. Они через каждые две страницы пишут, куда ставить ногу. Смотрим, куда ставить ногу. Все время вот это у них идет. Те, кто высоко ходят. Ну, по поводу 500 долларов, наверное, не надо. Есть более бюджетный вариант. То есть не вестись. Да, да. Обращайтесь в федерацию спортивного туризма. Может быть, для начала обойтись прокатом? Но обувь — это такое личное. Раньше в Советском Союзе на турбазах целые склады были забиты вибрамами. Но они были не в особо хорошем состоянии. Поэтому сейчас нет смысла устраивать прокат. Поэтому вообще все люди, которые ходят в горы, они должны как бы что-что, а обувь должна быть своя. А палочки дают возможность разгрузки в верхней части корпуса или нижней. То есть там тоже существует своя техника. Такие пирофалы сейчас, как ведущая программа твой выходной. У тебя есть свой рюкзак. Вот, наверное, только рюкзак у меня и есть. Потому что вот с обувью у меня каждый раз какая-то беда. Кажется, в жизни ходишь в кроссовках, удобно. И, соответственно, едешь в горы. В следующий раз надо, конечно, другую обувь подобрать. Насчет палочек, вот опять-таки в ближайшем выпуске будет эта ситуация. И когда вроде бы смотришь инструктор, у которого такой стаж, опыт, он идет с этими палочками. Кстати говоря, сделанными из орешника. То есть человек сделал себе палочки из дерева. И уже в конце маршрута, я помню этот момент, когда мы уже все уставшие, ели как. А наш инструктор Рамазан, он шел на одном дыхании, просто как будто прогуливался по парку. И он говорит такую фразу, а вообще надо использовать палочки. Это вообще делает подъем легче. А что, так можно было? А мы без палочки. Да, и у меня вот был такой вопрос, что так можно было. Почему как-то об этом заранее я вот не подумала. И вот действительно совет тем, кто отправляется в горы, берите палочки. Вот это прям вообще вам сильно очень поможет. Палочки, а не посохи, уважаемые телевизорители. Да, да. Если не хотите покупать, вот сделайте из орешника, пожалуйста. Вячеслав Васильевич, очень интересно узнать, как такой матерый в сфере туризма человек, как вы, проводит свободное время. Ходит в горы. Спасибо за высокую оценку. Вы отдыхаете в горах или дома? У вас же работа там. Знаете, зимой я в горах, потом где-то месяц-полтора я дома, я ничего не успеваю, я не успеваю опомниться. Это так называемое межсезонье для инструктора. И летний период я тоже в горах. Вот сейчас я, например, приехал с палаточного лагеря на Дуке, где стоит лагерь, где идет как бы мониторинг маршрута Дука малая, Дука большая. Это вы в рамках работы или в рамках... Это в рамках работы Федерации спортивного туризма. И отдыхать, в принципе, наша работа – это отдых, но мы так отдыхаем, что мы устаем. Что никакой работы не надо, так отдыхаем. У нас звонок, давайте послушаем зрителя. Добрый день, говорите вы в эфире. Добрый день. Да, мы слушаем вас, пожалуйста. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Да-да, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Мы с семьей приезжаем с ближайшего региона на все лето практически отдыхать. Сибирь, дой, сомбай. У меня вопрос к Вячеславу Васильевичу. Скажите, пожалуйста, мы очень часто берем себе в виды тех людей, которые предлагают нам, допустим, отель, в котором мы живем. А есть ли какие-то правильные позиции, чтобы определить инструктора Федерации спортивного туризма, профессионалы? И какие-то документы, может, надо спрашивать, не хочет профессионалами, вот как вы сейчас рассказываете, в прямом эфире, на какой-то серьезный маршрут. Хорошо. Спасибо за вопрос, очень крайний. Итак, как отличить профессионала от человека, просто решившего зарабатывать? Александра затронула такой вопрос, очень злободневный. Он у нас тоже каждый раз стоит на повестке дня. Мы много проводим работы в этом направлении. Речь идет о том, что работают самозванцы. Не всегда, скорее всего, даже будет правильнее сказать, что часто предлагаемые услуги дает тот человек, который на это никакого права, как минимум, не имеет и не имеет компетенции. Здесь, как было задано Александрой, вопрос по поводу того, что какие-то документы. Да, естественно, человек, который квалифицированный, который прошел школу инструкторов, должен предъявить свое удостоверение инструктора с номером. И обязательно в этом удостоверении нужно увидеть, что на этот год оно действительно. Почему? Потому что каждый год инструктор должен продлевать этот обобщенно, сказанно. Должен проходить сборы, подтверждать свою квалификацию, начинать сезон, будем так говорить, с разминки. С того, чтобы вспомнить, что было в прошлом году. И так, что касается летнего периода. Что касается зимнего периода, то же самое. То есть существуют сборы летние, существуют сборы зимние. По поводу документов, вот сейчас можно еще такое сказать, что в связи с тем, что образовательная деятельность Федерации возобновлена, кроме удостоверений, Федерация теперь будет выдавать и дипломы. То есть это дополнительное образование будет в таком статусе. Профессиональное, да. Сертификаты, ну и естественно удостоверение. Еще же вам можно позвонить, насколько я знаю. Ну да, у нас есть контактные телефоны. Давайте озвучим. На память назовете? На память, да, я могу назвать. Пожалуйста, мобильные телефоны, да, можно. 8-929-86-00-371. Можно позвонить и спросить, да? 929-86-00-371. Запомните, лучше запишите. Звоните и спрашивайте. Я не знаю, насколько полный я ответил на этот вопрос. Но то, что требовать документ у человека, который предлагает свои услуги в сфере маршрутов. И который будет отвечать за вашу жизнь и здоровье. Да, за безопасность. Нужно требовать документов. Хорошо. Вячеслав Васильевич, с пешеходным, спортивным туризмом поняли. А поползать по скалам есть где у нас? Да. Любителям экстрима, да? Где ближайшие? Вообще, вот у нас есть страничка в рамках проекта «Архэспарк». Значит, на первых местах у нас очень часто выходят как раз-таки скальные маршруты. Они у нас есть, но по большей степени это элементы каких-то альпинистских маршрутов. Там с категориями от трех. То есть выше трех. То есть там нужно быть серьезно подготовленным человеком. На самом деле сейчас в федерации уже выбраны места, где в недалеком будущем, мы это прям с уверенностью говорим. Могу сказать, что с будущего года мы начнем разработку скальных маршрутов для туристов. То есть это с верхней страховкой. Значит, это район Богословки, если брать Архэйский сектор. Тибердинское ущелье, если брать. Ну, там есть старые трассы, которые нам просто придется как бы привести в порядок. Это водопад Чучхур в центре города Тиберда. Прочистить, да? Да, да, да. Убрать то, что может упасть на голову. Кустарники. Да, и все такое. Провесить металлический трос сверху до низу, наверное? Нет, не трос, там просто делаются искусственные точки страховки. Эти пробиваются автоматы. А в летнее время, в жару подобные маршруты как-то отличаются от зимних? Не совсем понял, но скалолазные вы имеете в виду. Скалолазные зимние маршруты, но нет, это только альпинизм. И с уровнем кандидата-мастера, перворазрядники. То есть зимой ходить нужно. Это не для туристов, это для спортсменов. То есть начинать нужно лазить по горам летом. Летом, да. Такое, чтобы статус фестиваля был. Не надо рисковать. Хотя специально обученные альпинисты. Я почему вспоминаю последний чемпионат России, в Ингушетии, по-моему, проходивший. Он, по-моему, приходился на февраль, потом ноябрь. То есть люди ничего не боялись. На ряду с этим проходил этап чемпионата России по горным лыжам. Там три подряд проходила одновременно. В плане снега, кстати, в тот момент я четко помню, что снега не было. Там очень интересные горы, скалы. Но в Ингушетии в тот момент очень задержался. Он и на чемпионате по лыжам был искусственным. Да, да, да. Чего уж поговорить. Скрывать не было снега. Хорошо. У нас буквально остается несколько минут. Вячеслав Васильевич, чтобы замотивировать наших телезрителей, буквально в нескольких предложениях, скажите нам, спортивный туризм, почему он хорош? Почему им нужно заниматься? Почему надо бросить все и пойти вместе с вашими инструкторами в город? Убедите нас. Сначала вопрос как-то был лично ко мне адресован, потом перешло на федерацию. Что касается личного отношения, ну понятно, что это будет субъективное мнение. Мне кажется, намного действеннее и лучше для здоровья естественные нагрузки. А естественные нагрузки – это выходы в горы, лайтовые маршруты, чуть большие сложности. То есть это озера среднего уровня, это две-две с половиной тысячи над уровнем моря, нежели прийти в зал и таскать там какие-то железки. Это, на мой взгляд, хуже. В свежем воздухе. В свежий воздухе – это вообще доктор. Командная игра. Это вот что касается личного отношения. Что касается федерации, ну здесь, опять же, нужно, наверное, сказать то, что горно-пешеходный и спортивный туризм – это общественное и социальное явление в обществе. Поэтому, если вы хотите правильно общаться, по-доброму, по-человечески, то здесь только природа может настроить на такой лад. Наша урбанизация немножко в другом направлении работает на человека. – То есть особенно вечером у костерка, у палаты, у скружечки, речения. – Да, или же ночной дискакул. – Поэтому, дорогие телезрители, занимайтесь спортивным туристом и смотрите программу «Твой выходной» вместе с Мадиной Лайпановой. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Огромное спасибо за участие в нашей программе. Напоминаю, что у нас в гостях были Вячеслав Греков, заместитель председателя Федерации спортивного туризма Карачаева Черкесии и наша коллега Мадина Лайпанова, ведущая программы «Твой выходной». – Огромное спасибо телезрителям, что были с нами. Ну и в конце хочется сказать, что иногда приходится сталкиваться с теми людьми, которые живут рядом с горами, но никогда в горах не были. Ну давайте, если мы относимся к этой категории, просто как-нибудь соберемся в выходные, пойдем туда, чтобы потом, когда нас спрашивали, ну как там у вас в горах, не отвечать, ой, а мы там сами, сапожник без сапог. Если у нас есть такая замечательная природа, ну давайте как-нибудь сходим к ней в гости. Тем более погода так и велит это сделать. С вами этот час провели Алексей Ковтун и Оксана Качкарова. Карачаева Черкесия онлайн заработает завтра в 15 часов. Будем обсуждать детское, летнее чтение. Смотрите Архея 24. Всего доброго и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова